сегодня у нас очередной гость это хундай портер евро 6 21 года привезен был из кореи так как официально них нам не поставляются евро шты вот ребят его там где-то вымутили короче достали он у нас на автомате посмотрите ручка то есть он у нас на автоматике вот пробег его ну-ка что-то там вот 45 742 предыстория как дело в том что в 19000 начала ужасно греметь цепь вот здесь верхняя цепь вскрыли причиной был гидронатяжитель верхней цепи заменили звуки нехорошие были с роликов ролики тоже заменили где-то примерно на 30 тысячах не знаю может быть там как-то морской бриз пока везли его там повлиял на все не сдать появился новый звук новый звук то есть но есть он был такой небольшой шелестом от цепей вот ну теперь он вообще усилился сейчас нажми на тормоз здесь звука вроде бы как топливных форшрут все хорошо а вот там снизу что-то прям уже делает прям ужасно так получается поход движению так двигателя предположительно что звук идет крышки грм нижнее внутреннее где у нас шестерня вала баланса снизу прям очень-очень сильно сейчас машина остыла не так сильно слышно но когда нагреется там прям кто-то скучит и гремит на 45 тысячах будем разбирать грм учитывая что он начал разваливаться грэм здесь на 19 тысячах будем менять полностью комплект грм оригинальный сальник коленвала и будем снимать нижнюю внутреннюю крышку грэм не смотреть что с корпусом крышки там либо разбила вкладыш либо разбила корпус потому что туда идет очень-очень нехорошие звуки на горячую масло менялась прошлую пятницу был этого у машины вроде бы как я им дал добро еще отходить до следующего того ну они вот решили что не затягивается этим и сделать свободное время нам надо будет разобрать салон радиатор мы вытаскивать не будем мы с ними вот эту часть диффузора тут один молтик у нас вентилятор вытащим ролики потом снимем сам диффузор и будем разбирать грм так сидений нет подогрева интересно а я думал то что полный фарш хотя если они сделали для себя у них тепло зачем вот это всегда штуку отгибаю я на титров не улазит что такое интересно зачем это нужно было здесь поставить неужели места другого не был сучка позволяет снять вентилятор вот такой ну пока все это новое это работает как это будет работа потом я не знаю наша задача сохранить масло все сохранять необязательно потому что с поддона все равно все не сольется болты будем отворачивать на подушках подымать двигатель стойкой для того чтобы открутить болты на поддоне без снятия радиаторов еще здесь заменить что-то можно то объясните диффузора вообще ничего нельзя сделать польется немножко антифриз но это не беда диффузор пункту тоже как европей то есть блок евро 5 головка евро 5 евро 6 они ничего не изменили помпа тоже по прилегающей части блока евро 5 а вот уже здесь сам вал конечно изменили болты всегда туго отворачиваются как будто перетягивает кто-то сауна крышку гораем сдергиваем посмотрим насколько вытянулась и вот у нас зазор тут даже меньше половины то есть она у нас загремела там за случала в 19000 поставили этот новый оригинальный гидронатяжитель сюда а теперь загремела что-то внизу и если здесь просто гремела цепь то там что-то вообще нехорошие звуки на внутреннюю крышку грэм а нам надо будете снимать проверять потому что звук откуда вот отсюда вы идет где-то здесь и отдает туда в заднюю часть двигателя нам надо будет открутить компрессор кондиционера на кронштейне гидроусилителя даже гидроусилитель надо отворачивать там один открутить болт полностью остальные 4 ослабить болты на компрессоре иногда бывают разные то есть там три коротких один длинный поэтому он не путь все вот он компрессор так остается на смеси стороночки так теперь с этой стороны вот этот болт у нас держит я там направляющие которая не даст прямо на притык но он не даст потом вставить ровно крышку здесь то есть помимо того что мы должны полностью вывернуть болт еще должны остальные болты ослабить чтобы кронштейн отошел чтобы крышка внутренняя села на направляющие так датчик давления масла оценим пробует терочку это двигаем вот он все отошел а тут направляющие токасе вот зазорчик есть достаточно сейчас мы разберем это не значит что мы увидим там что там все развалилось то он основном появляется на горячую сильно когда падает давление масла то есть можно предположить что это гидронатяжитель или балансировочный вал на этой машине она встала в аварийный режим не выскочила ошибка по датчику наружной температуры только дело в том что на приборке на приборке то есть и вообще машине датчика наружной температуры нет то есть не существует то есть не по базе не ну то есть не повинны нигде все не искали но он стоит вот он стоит замазан герметиком мы его весь разбили он там внутри как-то попала вода он сгнил это датчик наружной температуры мочевины то есть она работала неправильно мы пытались подобрать датчики ничего не вышло в итоге там потихоньку наждаком стачивали стачивали добрались до контактов там было зеленое то есть паяли почистили вот работает пока работает потому что такого датчика даже купить негде подобрать пытались датчика он работает в обратную сторону какой-то тоже непонятно красава теперь берем большую мощную стоечку из-за этих одной гаечки и трех болтиков а если конечно же есть гайковер вот отворачиваем 4 болта от подушек поднимаем стоечкой и все ли нам доступно легко масло можно принципе в канистру и даже слить тоже будет толк масло заборник такой же как и евро 5 а вот евро 6 насос уже изменили потому что он такой немного немного другой так все что мы полезем наверх будем отворачивать крышку по кругу и снимать так вот она крышка крышку ничего не денег не пилила не цепляла нет все хорошо визуально ничего нет валится вот тоже за завода он закрывает крышку тоже герметик на болтах везде вот так вот если бы мы не это то здесь была бы дырка в радиаторе если не защитили бы вот очень часто сталкиваюсь с тем что когда разбивает вкладыш непонятно по каким причинам то есть и или может быть я просто не вдавался как это происходит когда разбивает этот вкладыш получается там внутри стоит шестерня вала баланса и другая шестерня она вот такой то есть когда разбивает вкладыш и вот такой она как как бы перекатывающий переваривающий звук есть готова крышка вот он смотрите сожрала корпус то есть вот эта шестерня вот так вверх-вниз ходить не должна вот это первое а звуки издает вот этот сам блок две шестерни которые вот допустим шестерни когда начинает вот так болтаться туда-сюда она издает эти все нехорошие звуки крышку эту переговорил я прям сразу то есть что это с нее звук нехороший балансировочные валы конечно же тоже вытащу помотанный звук звук у нас вот здесь вот прям вот поэтому края то есть поэтому балансировочный валу прям такой и катываешься какой-то нехороший а крышка от евро 4 евро 5 уже внутренние не подходит потому что здесь у нас под насос опять же вот она на звездочку вот ее видно 6 вот и когда они получается она ходит вот вверх вниз вот так болтается то есть перекашивает и пятно контакта меняется сейчас будем подготавливать там все мы чистить крышки у нас тоже поддон четыре крышки тоже подготавливаем моем потом соберем ну и запустим будем слушать что и как закончили с портером пробег реальный не скрученный смотрели то есть на тормоз надо нажать а это чешу теперь он работает так как он должен работать а кстати по обогреву почему она отсутствует то есть мое предположение дело в том что он сделан именно для корейского рынка то есть для своего так как у них там тепло ну и ни к чему соответственно эти детали а те которые портера уже вот евро 5 у нас идут в россию у тех обязательно есть обогрев сидений и нижние и спиночка греется с откроем вчера немного подискутировали на тему почему автомобиль вроде бы корейский да ну как было раньше мы ехали в японию покупать там с японии тащили иномарку чтобы она была качественная хорошая потому что не для себя хорошо делали ехали в германию там допустим брали оттуда же потому что они для себя хорошо знаю одно точно что наш у вас наш газ допустим экспортные варианты делать более качественные а для себя сплавляет всякую хрень и вот пришла мысль в голову что корейцы делают точно так же то есть себе они сделали там я бля а нам сделали получше тот же бортер там евро 5 ну вот дело в том что я же говорю пробег 45 и он сыпется сыпется и сыпется и то есть одна из версий пришла что такое ощущение что они делают для себя точно так же как русскую вот хотя они далеко не русский так вот он все работает как положено тишина полная запчасти вышли в районе 60 тысяч комплектом 60 чем говорить здесь такой момент я сам тоже не москвич и и не под москвич сам я суфы дело в том что для нашего то есть вот сейчас региона для москвы здесь где я работаю то есть это нормально это норма то есть если вы в регионе смотрите это видео то есть для вас да я на вашем месте там же может быть тоже сохранил бы какой-то успокоитель какую-то цепь но здесь дело в том что для фирмы во первых 80 тысяч рублей это не деньги потому что в москве здесь более крупные суммы за перевозки то есть они зарабатывают задние деньги им нужно скорее быстро то есть нужно если вашу частную машину могу делать неделю там же и поискать за часть этого фирма уже так не делает у них сжатые сроки то есть они дают нам ремонт день-два неважно какие деньги главное чтобы было все хорошо и качество и 100 тысяч рублей мы берем и делаем лучше заплатить больше то есть будет качестве чем эти будут неоригинальные запчасти там отваливаться или завтра менять показать ну все всем пока всем до новых встреч и и и Продолжение следует...